Всем кунишива, с вами Акира, и я, Сауфак. После этих слов обычно в человека начинает лететь тона всего неприятного, ведь как же так? Как можно говорить, что Сау хорошее аниме? Ведь, ведь оно плохое. Сау перехайпленное, шо прям, да, вот. Видео это я собирался сделать очень давно, и учитывая, что на обзор не хватило времени после моих небольших празднований 10к, думаю, настало самое время для того, чтобы коснуться с World Art Online. Немножко смерим антураж, и погнали. Даже во время моих стримов возникали споры о том, что это нечто посредственное и не стоящее просмотра вообще ничего. Тут я ужму все свои аргументы в достаточно небольшое видео, объясню, почему это не так. Сперва стоит пройтись по банальным претензиям, которые, собственно, возникают у большинства в силу не поймить чего. Ведь аргументы в духе это просто тупой гаремник или аниме-типикал фансервис не вызывает ничего, кроме как... Смех. Ведь давайте вспомним 2012 год, а именно тогда выходил первый сезон Сау. В те годы было очень хайпово делать всякие аниме с упором на шутки и сцены, где ГГ падал в грудь главной героине, а ракурсы делали свое дело, завлекая аудиторию. Это были золотые времена гаремников и фансервиса, которые, да, бесспорно было в Сау, но именно этот тайтл в дальнейшем повлияет на изменение хайп-трейна в целом. Ведь история Сау это не про то, как чел падает на тянок, а про то, как обычный подросток попадает, во-первых, в онлайн-игру, кои тогда были, ух, как популярны. В те времена кто-то засиживал в линейке, кто-то в очередном аддоне Вовки, некоторые более просвещенные играли в Теру или Драгон Неста, и тут огромному пласту аудитории предлагают аниме, где такой же чел, как и все эти игроки, перемещается в ММО-РПГ-игру. А это, к слову, было элементарное первое аниме с таким упором, скрафченное студией Иван, которая годом ранее выпустила Синего Экзорциста, уже обзаведясь приличной фан-базой и показав, что он идет в хорошие тайтлы на 20 плюс серий. Мало того, что сюжет аниме показывает кунца, который попадает в ММО, так при этом еще и предлагает концепцию под видом того, что всех игроков запирают в игре, и они либо ее проходят, либо... Плюс в те времена было как-то не принято особо показывать крутых главных героев, которые умерли в годах 80-х-90-х, отчего даже появлялись мемы о том, что раньше ГГ были в аниме классными, харизматичными чуваками, а не как теперь, что не тайтл, то там какой-то ояш. Кирита не ояш? Поумерь свое траханье, ведь я не договорил. Да, Кирита ояш, но не в примычном понимании, как обычно это бывает, что ГГ тупой и чему-то там пытается научиться на протяжении аниме. Тот же нам демонстрирует бета-тестера, который играл в Сао еще на ранних билдах, и поэтому на правах чела, который сидел и дрочил в игру все свое свободное время после школы, он выдает нубам в щи. Эдакий своего рода Лайт Ягами, возможно местами тупее, но конкретно за свою игру шарящий получше большинства. Ситуация ровно тому, как если я сейчас, наиграв всего лишь 3 часа в дотку, сяду играть против какого-нибудь заэксцез адрота с 10к часов. Кирита выносит всех так же, потому что его заперли в игре после того, как он играл в бета-версии. А вот другим непрошаренным пришлось учиться всему с нуля. Второй момент. Исикай. Сука. Да. Сразу избавлюсь от умников, пишущих типа Иии, ващи то сами Исикай! Вот захожу в гугл, вот вбиваю и цитирую. Исикай это японский жанр легких романов, манги, аниме и видеоигр, которые вращаются вокруг человека, который переносится и должен выжить в другом мире, таком как мир фантазии, виртуальный мир, планета или параллельная вселенная. Ну а раз, как мы помним, кирита попадает в игру, то бишь в виртуальный мир, соответственно, аниме можно считать породителем Исикаев, которые на пару с безработным сейчас породили тону хуеты, выходящие из сезона в сезон. И не надо говорить, что тебе не нравится Оверлорд, НГНЛ, Герой Щита, Скитальцы или Ебучая Коносуба, которая не нравится лично мне. Да-да, ты можешь сказать, что ну вообще-то мне не все аниме из того, что ты перечислил, нравятся, но это не отменяет того факта, что я всё же хоть в одно, но попал. А если и не попал, то уверен, у тебя лежит в списке любимых аниме какая-нибудь Лоли Щита или ещё поболее тупая копипаста, взятая с фигбука. А ведь Рэнд породил свою очередь Сао, показав рынку, насколько же требовательна тема попаданцев. Аргументы в духе того, что это гаремник и чисто фан-сервис рушатся, обтипичны и не отменяет того факта, что аниме про MMORPG игроков в ней. Тут тебе не пытаются каждую мать его минуту впихнуть в кадр красноволосых тянок с пятнадцатым размером, а когда фан-сервис сцены появляются, они... Представь себе, не рушат атмосферу и не сбивают с повествования. Это работает тут ровно так же, как с печи Миранды на фоне с её жопой. Она просто есть, тебе просто нравится, но ты продолжаешь её слушать и вникать в то, что она несёт. Даже элементарный хейт, что у Кириту был шанс хентайца с Ассуной, и он не воспользовался рушатся тем, что вообще-то воспользовался. Ранабе Сао, глава 16.5, всего доброго, до свидания. Ну а особо тугим, которые зададутся вопросом, почему же в аниме не показали этого, поясняют, что есть такая штука, как возрастные ограничения. Если бы это показали, тайтл бы лишился огромного количества зрителей, соответственно и денег. И вряд ли бы творение сейчас так кайповало, если бы эту сцену не вырезали. Мне самому не очень приятно создавать, что Кирита тут выставили не в лучшем свете, и представили как типикал тупого школьника из просто каждого аниме. Но каждому, кто хотел увидеть это, ничего не мешало зайти на сайт, натянущийся с букв НХ, и найти там, что хотел. Мне массу на шлюха также спокойно выносится. На два че кое-кто не поленился, и сев одним вечерком, закатав рукава, написал тонну хуйни, которая контрится тем, что я захожу в паблик по лиге, в обсуждение с поиском тиммейтов, и постоянно встречаю челов, которые ищут себе тяночку в пати. Им не важно, кто там и как играет. Главное, чтобы кто-то женским голосом играл на юмичке, жал е, и чего-то там говорил на фоне. Прошу прощения, говорила. Но даже с сука на этом типы сао-хейтеров не кончаются. Потому что есть подвид тех, кто восваляет первый сезон, и пишут, что второй не очень. Если ты видел первый сезон, и тебе понравилось, а второй для тебя уже фу, то ты просвещенный. Ты молодец. А вот кому второй понравился, тот говноед. А чинитесь, сука, это он не серия игр Dragon Age. Весь второй сезон уникален тем, что он сохраняет лучшие черты первого, только с фэнтези мира все переносит в киберпанк. Плюс персонажи, которые тут появляются, не менее интересны. Плюс большинство это то самое пати, что было и в первой части. До кучи тут антагоней с другой. Те, кто говорят, что Асадо Шина хрень, просто лжецы. И опять же. Ты смотришь сезон за сезоном, где чувак бегает, кастует магию и всех побеждает. Тут же за 25 серий аниме закрывает фэнтези арку и дает разнообразие для просмотра. Хватит фэнтези, смотри, можно еще и так. Плюс как продолжение первой части, вторая очень даже норм с точки зрения повествования, потому что история вписывается в то, что происходило до событий второго сезона. Плонометраж касался оставлять желать лучшего, ведь во многих аспектах сюжета чувствовался просад, потому что и за уши притянуты, и уже как-то не прикольно, что опять какой-то чел пытается через игру что-то там делать с игроками. Но зато тут показали фулл сасудой. Но даже после этого вышел сезон про других персонажей с этаким ответвлением. Зрителю давалось абсолютно все то, что знакомо и привычно, но не персонажи. Итого франшиза породила жанр иссякаи, который сейчас штампуется из сезона в сезон, рассказывая различные истории. Также аниме затронуло геймерскую тематику, аниме оплатило очередное фэнтези с тем, как чел летает в грудь главной героини, а еще смущается. Разнообразило героев. Ведь таких, как Кирита, стало побольше. Взять того же мага-целителя, взять тех же ЭГГ из НГНЛ, возьми любого персонажа из китайцев, да можно до бесконечности просто перечислять. И при этом это фансервис Гарем Дерьмо, недостойное просмотра. Ну, по такой логике, тогда и Тетрадь Смерти недостойна просмотра, смотрите там миссы и как бы фансервис. Тогда и ангельские ритмы недостойны просмотра, ведь смотрите Бедра Юри, а еще там несколько тянок. Окей. Клонат тоже херня, ведь там много тянок, а еще... О боже мой! Визуальная новелла... Это Гаремник, ведь около ГГ крутятся все тянки. А САУ вообще ни разу не породил тренды современного мира, вышедшим аж в 2012 году. Ну понятно, ну бывает. Комменты открыты, буду готов вынести там каждого, ну а кому мои мысли показались здравыми, подписывайтесь, тыкайте на линки в описании, приходите за стримами на Твич, и услышимся! Ёбаный рот этого казино, блядь. Да! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok